Саша, у меня заявление на весь мир. Я морально созрел, чтобы стать экологом. Очень интересно. Ты решил переквалифицироваться, то есть? Нет, я просто не могу смотреть, как гибнет наша планета. Иссыхают реки, моря, океаны, да и в конце концов глобальное потепление. Дай-ка я тебе лоб пощупаю. Это еще зачем? По-моему, глобальное потепление, Антон, в твоей голове. Доброе утро, губерния. В этой студии вас приветствует начинающий эколог Антон Скиба. И мадам-градусник Саша Байдачина. Сегодня 5 июня, и именно сегодня мы поздравляем экологов с их профессиональным праздником. А вместе с ними поздравляем и всю планету и природу, которую экологи охраняют. Ведь они изучают состояние воды, земли, воздуха, влияние промышленных отходов на растения, животных, человека, прогнозируют ситуацию и разрабатывают пути наименьшего воздействия на природу. В общем, работа у них не в проворот. Чайку попить некогда. А зря. Перерыв на чай – великое дело. Надеюсь, что жители губернии с нами согласны. Пить хотят, наверное. Я не пью на работе чай. Я что, не пью? Пью кофе. Кофе, наверное, больше. Потому что не высыпаемся. С утра становится тяжелее вставать. Потому что хотим взбодриться. Потому что чай бодрит лучше, чем кофе. Потому что мы хотим домой. Ну, не знаю, это, наверное, у кого много свободного времени, где и пьют. Чтобы дольше был обеденный перерыв. Кто не хочет работать, пьет чай. Мы мало пьем чай. Не удается. Наверное, свободного времени много. Потому что он уютный. Чтобы не работать. Я просто уверена, что экологи во время простуды не бегут в аптеку с таблетками, а используют возможности природы. И нам бы у них поучиться. Лучше всего вообще жить в горах. Тут тебе и чистейший воздух, и целебные растения. Те же тибетские монахи знают, как улучшить здоровье с помощью различных отваров и трав. Тибетские рецепты здоровья и долголетия помогают укрепить иммунитет, восстановить силы и очистить организм от скопившихся вредных веществ. Вот тебе один рецептик. Если смешать сок лимона, измельченную головку чеснока и мед, и дать этой смеси настояться 10 дней, то получится буквально эликсир, успешно замедляющий процессы старения, не наделяющий организм огромным энергетическим потенциалом. Отлично поддерживает иммунитет, противопростудный бальзам для растирания. В его составе эфирные масла, пихты, шалфея, какао. Все это не только согревает, но и распространяет чудесные ароматы. Я предпочитаю классический чай с медом. Главное помнить, что он не должен быть очень горячим. Ведь выше 40 градусов мед теряет свои свойства. Поэтому ждем, когда чай остынет, и кладем туда медку со спокойной душой. А я надеюсь, что нас не ожидают все эти рецепты, и нам не нужно будет их применять. А нас ожидает только хорошая погода. Не будет урагана, а будет только солнце. Правда ли это, знают наши синоптики. Во вторник в регионе ожидается кратковременный дождь. Местами прогремит гроза. Столбики термометров покажут 10-15 градусов. Днем воздух прогреется до 22, плюс 27. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду. На севере и западе плюс 20, плюс 23. На востоке и юге до плюс 24. В Самаре будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Ночью немного похолодает. Температура опустится до плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Трава это не только ароматные целители, но еще и большая часть культуры народа. Вспомним хотя бы нашу травушку-муравушку из русских сказок. Простая травка, которую иногда можно встретить в сказках. Посаженная недоброй колдуней, эта трава не хотела приносить вред людям, а решила им помочь. И коровы, которые щипали травушку-муравушку, стали давать более вкусное молоко. А ведь у этой травки есть реальный прототип, и зовут ее по-научному спорыш из семейства гречишных. Стелится она по земле, цепляется корешочками за землю и стеблями друг за друга. Поэтому создает плотный и упругий зеленый ковер. Во всем известной песне про зайцев из бриллиантовой руки упоминается трава, растущая в глухих местах. Речь идет о мифологическом растении. Некой тайной лесной траве, с помощью которой можно стать безрассудно смелым. А зовут ее Трын-трава. Может, именно с помощью Трын-травы эта комедия стала настолько популярна? Существует версия, что купеческая дочь из сказки Аксака «Валенький цветочек» мечтала про обыкновенный папоротник. На Руси верили, что в ночь на Ивана Купала папоротник расцветает и озаряет все вокруг алым светом. Считалось, что если заполучить этот горящий цветок, можно овладеть магическими силами. Нам не нужны никакие волшебные травы. Парочка простых, но волшебных движений и день точно удастся. Простые движения. Доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод». Выглядеть хорошо может каждый, а вот спортивный потянутый вам поможет наш мини-комплекс на красивые руки. Вам понадобятся две гантельки. Встаем ноги на ширине тазобедренного сустава и раскрываем руки в сторону. Поднимаем вверх и опускаем вниз. До конца руку не выпрямляйте, оставляйте локоть слегка согнутым. Следите за запястьем. Раз, четыре, три, два, один. Отводим руки вперед. Прямые. Восемь, семь, шесть, пять. Выдох. Три, два. Оставили руки. Тяга к груди. Разводим руки в сторону. Следите, чтобы угол был 90 градусов. И выводим вперед. Выдох. Выдох. Четыре. Три. Два. Отставили. Разворачиваем руки вверх. Вытягиваем руки вверх. Точно направляем гантельки в потолок. Опуская вниз, сохраняйте угол 90 градусов. Выдох. Выдох. Оставили вверху. И плавно опустили руки через сторону. Попробуем соединить все вместе. Раскрываем руки в сторону. Выводим руки вперед. Уводим руки назад. Разворачиваем. Выталкиваем руки вверх. И плавно опускаем вниз. Еще раз в сторону. Раз. Вперед. Назад. Развернуть. И вверх. И плавно опускаем вниз. Еще два раза в сторону. Раз. Вперед. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И последний разочек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. С вами был Спортзавод. Удачного дня! В эфире правила Буравчика. И сегодня мы пляшем вокруг канцелярской резинки. Полетели. Если вы из тех динозавров, кто в 21 веке читает бумажные книги, тогда сможете оценить простоту и изящество этого лайфхака. Обыкновенная канцелярская резинка одним взмахом руки превращается в закладку для книги. Удобно. Вместо того, чтобы спокойно висеть, вещи так и норовят сползти с вешалки. Усовершенствуйте скользкие плечики, обмотав их концы канцелярскими резинками. Теперь не убегут. Перевозить кастрюлю из одного пункта в другой отважатся немногие. Риски слишком высоки. Используя резинки в качестве крепежа, перевозить кастрюлю можно на любые расстояния без опасений. Сцепите одной резинкой ручку кастрюли и ручку крышки. Аналогичным образом укрепите и вторую ручку. Прочно, надежно, мобильно. Заряжая телефон, не всегда хочется класть его на пол, где на гаджет легко наступить. Канцелярская резинка соединит зарядное устройство и телефон крепкими объятиями. Оденьте резинку на зарядник, перекрутите ее и в образовавшуюся петлю вденьте телефон. Чем меньше краски окажется на вашей кисти, тем меньше брызг останется на окружающих предметах. Натяните на банку резинки, резинку подходящего размера и снимайте с кисти лишнюю краску. И, наконец, если вам надоело придерживать разделочную доску, тратя энергию не только на разделку продуктов, натяните по ее краям по одной канцелярской резинке. Расход сил оптимизирован. С вами был Саша Буравчик. Мои правила работают. На календаре 5 июня. Ровно 30 лет назад, 5 июня 1988 года, в главном городе области на площади имени Куйбышева состоялся первый в истории региона экологический митинг. Неблагоприятная экологическая обстановка тогда складывалась во многих городах Советского Союза. И в разных частях огромной страны проходили акции протеста против пренебрежительного отношения властей и ведомств к охране окружающей среды и здоровью людей, проживавших около заводов. Советские активисты-экологи в Куйбышеве вышли на площадь с вырезками из газеты и плакатами с лозунгами. Говорили о загрязненном воздухе, всплеске легочных заболеваний у детей, гибели рыбы в Волге и Самарке, а также о попадании в реки неочищенных промышленных стоков. Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды или День эколога. А в нашей стране сегодня еще и День образования полиции, а также День создания государственной службы карантина растений. 5 июня в разные годы на свет появились советский и российский писатель, философ, телеведущий Юрий Вяземский, популярная артистка эстрады, пародистка Елена Лебенбаум, более известная как Елена Воробей, актер театра и кино, режиссер, музыкант, педагог Александр Дзюба, фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Лепницкая и другие знаменитости. В народном календаре сегодня День Леонтия или Ливона Огуречника. В это время наши предки старались закончить сев огурцов. Также этот день называли конопляником, так как во многих регионах сеяли коноплю. Ее почитали в народе как полезное растение. Из стебля делали пеньку, из семян масла. Использовали коноплю и в народной медицине. Такими событиями вошло в историю 5 июня. Прекрасного вам дня и всего самого наилучшего. А все-таки не спорыш, а спорыш, Антон. Спорим? Ну, звучит, если честно, странно. Да не будем, да. Спорыш больше не нравится. Нам профессионалы подсказали все-таки. Итак, объявление для всех любителей бардовской песни. Сроки Грушинского фестиваля перенесены. Он пройдет с 9 по 12 августа. И специально для тех, кто собирается на Грушинскую поляну, вот несколько правил поведения на природе. Наши лайфхаки. Не сбивайте ногами и не топчите ядовитые грибы. Ими лечатся лесные животные. Без надобности не вытаптывайте траву, а ходите по уже существующей тропинке. Не оставляйте в лесу мусор. В замусоренный лес, конечно же, не хочется приходить. А кроме того, гниющий мусор распространяет дурной запах, и никакая тут трава не поможет. Оставленная бумага может загореться от ярких солнечных лучей и вызвать пожар. Целлофаны и полиэтилен долго не разлагаются. Это помешает расти растениям, так как они не пропускают воздух. Соблюдайте эти правила, друзья. Оставляйте место своей стоянки в таком виде, в каком вы бы хотели застать его в следующий раз. Будет правильно, если вы унесете с пикника не только свой мусор, но и чужой. Послушали, запомнили, настроились. А теперь коротаем время до Грушинского фестиваля вместе с душевной песней. Грушинского фестиваля вместе с душевной песней. С воном набатным гремят якоря, Листья, как флаги, ложатся под ноги. Мне осень сгорает в кострах сентября, Изнемогая от жалости к родине. Город укутан в туман, как в бушлат. Голые камни в холодной спарине, В тёмном окне покорённый Кронштадт, Красное зарево в небе зараненном. Не осталось уже ничего, Что так долго могли мы любить. Ты права, нам пора уходить. Но как бешено бьётся В чёрные рёбра железных ворот, Гордое сердце, разбитое надвое. Осень берёт свой последний аккорд, А хам врываясь в глухое парадное. Завтра всё набело смоют дожди, И всё, что приснилось и что не исполнилось, Выстрелом в спину кончается жизнь, И начинается вечная молодость. В ней не осталось уже ничего, Что так долго могли мы любить. Ты права, нам пора уходить. Ты права, нам пора уходить. Но как бешено бьётся... А в гостях у нас Ирина Ярцева, Эксперт по лечебным травам. Доброе утро. Доброе утро. Сложно ли это дело, собирать травы? Хотим мы поинтересоваться. И можно ли это делать без специальных знаний? Например, мы с Антоном соберёмся, Пойдём на Лысую гору, в Студинный овраг, И захотим... Только те травы, которые вы очень хорошо знаете. Душица, чабрец. То есть то, что знаете вы очень хорошо. Потому что есть такие травы, У которых много растений, на них похожих. Например, хвощ. Растение достаточно известное, Но его только в нашей области около 20 видов. И среди них есть ядовитые. А отличаются они микроскопическими признаками, Которые видно только под микроскопом. Тонкими, сросшими, с лепестками, влагалища. В общем, отличить без специальных знаний практически невозможно. Поэтому лучше не надо. Лучше в аптеке. А какие ещё лечебные травы растут у нас в краях? И где их можно собирать? У нас их огромное количество. У нас много эндемиков в жигулях. Тех трав, которые не встречаются больше нигде, Которые достаточно интересны. Что это за травой? И с разной. Ну, например, у нас большое количество чабреца. Видов чабреца, которые больше нигде не встречаются. Там чабрец жигулёвский. Есть даже такой вот эндемичный вид. Где собирать лучше? За Волгой. Там заливные луга. Огромное количество трав очень интересных. Вообще в нашей области можно собирать травы и степные, и травы лесные. Потому что у нас же лесостепь, то есть переходная область. А вообще говорить о том, что экология очень сильно влияет на состав травы, можно только в редких случаях. То есть есть растения, которые конкретно тяжёлые металлы в себе концентрируют. Например, одуванчик. И поэтому вот его собирать в городе и близко к городу нежелательно. А другие травы проводили эксперимент. Заваривали плоды боярышника, собранные в парке. И считали, сколько там тяжёлых металлов. Ну, это, так скажем, самое главное, пожалуй, чего мы боимся в городе. Выяснилось, что там в одном стакане отвара настолько же тяжёлых металлов, сколько вы вдыхаете в городе Самаре за два раза. Вы два раза вдохнули? Вот это да. То есть получается суточная доза практически та же самая, ну, незаметно для нас. А в целом, безусловно, экология человека, экология, скажем так, экология очень влияет на наше здоровье. Организм наш с биологической точки зрения, современных неандертальцев, не изменился. А экологическая нагрузка, как вы понимаете, возросла в тысячи раз. И именно поэтому так модны и популярны были различные очищения, ну, и популярны, собственно, до сих пор. Именно потому, что большее количество наших заболеваний, смертельных сейчас, они связаны как раз с болезнями грязного организма. Атеросклероз, изменение обмена веществ и, соответственно, диабет второго типа. Атеросклероз и его споследствия – это инсульты и инфаркты. Поэтому говорить о том, что нам нужно ухаживать за собой, и мы вынуждены принимать какие-то меры для того, чтобы очищать организм. Ну, очищение, если говорить с медицинской точки зрения, то это стимуляция работы выделительных систем. Выделительных систем у нас несколько. Почки, выводящие соли, водорастворимые токсины. Это печень, выводящая органические соединения. Кишечник, разумеется. И кожа – тоже огромный выделительный орган. Поэтому им необходимо помогать. В процессе очищения организма какие травы могут нам помочь? Вот как раз многие травы нашей области очень хороши для этого. В народной медицине есть такое понятие – травы кровоочистительные. Если говорить с точки зрения медицинской, то это в основном травы, которые как раз помогают нам очищать организм. То есть самые простенькие – хвощ полевой растения, которые обладают действием не только мочегонным, но и выводят из организма тяжелые металлы и радионуклиды. Точно так же спорыш. Травы, которые помогают почкам, улучшают работу почек и, соответственно, увеличивают количество тех водорастворимых токсинов, которые в нашем организме есть. А они, к сожалению, есть. Потом много трав, которые обладают действием и желчегонным, и мочегонным, вернее, улучшают работу и печени, и почек. Мы знаем, что травы действуют всегда в физиологических нормах. То есть если у вас плохо работает орган, то трава ему помогает. А если он работает нормально, то трава не влияет на него никак. Поэтому применение трав с профилактической целью – оно достаточно важно. Я в свое время практиковала такой обряд. На Грушинский фестиваль. Ну, вы знаете, да, он обычно идет в середине июля. То есть это как раз время, когда цветет все. Да, сейчас поменялось, естественно, с Мондиалем. Но просто мы много-много лет с детьми ездили на Грушинский фестиваль послушать, посмотреть. И я обязательно выходила к тому озеру, желательно утром, тогда, когда только что сошла роса. И там как раз цветут те травы, которые нам помогают в очищении организма. Кипреи ускалистный. Вы знаете, да, фиолетовые огромные метелки. Это трава, которая обладает удивительным действием. Она и немножко послабляет, и улучшает работу кишечника, улучшает работу печени, почек. И самое главное, стимулирует иммунную систему. То есть как раз это растение, которое очень хорошо пить в экологически неблагоприятном районе. Кипрей цветет. Цветет лобазник визолистный, если вы помните, или таволга. Такие медоносные белые цветы, очень красивые шапки цветов. Цветет это растение, которое прекрасно выводит различные соли из организма. Тоже улучшает работу почек, улучшает работу печени. То есть выводит и органические яды тоже. Кровохлебка лекарственная. Такие темно-бордовые шишечки, видели тоже, там же на заливных лугах. Вот. Тоже собираю... Обычно в медицине применяется корень, но можно собирать надземную часть, она действует гораздо мягче. У нее вообще уникальное действие. То есть растение, которое на желудочно-кишечный тракт очень разнообразно действует. Оно улучшает не только очищение, но... То есть не только стимулирует работу кишечника, но и уплотняет кишечную стенку. В последнее время говорят, что... Врачи говорят о том, что большинство наших аллергий и наших проблем с иммунитетом связаны слишком большой проницаемостью кишечника. То есть те вещества, которые, в принципе, всасываться не должны в организм, большие молекулы какие-то, они всасываются, и на них, естественно, организм реагирует. Вот. Вот. Как раз кровохлебка – это то растение, которое уменьшает вот эту вот патологическую проницаемость кишечной стенки. Вот. Поэтому хорошо применять ее и при аллергиях различных. Все кровоочистительные травы, кстати, применяют при заболеваниях кожи, потому что кожа реагирует как раз на загрязнение организма. Чем больше в организме токсинов, тем у нас более выражены проблемы с кожей. Ирина, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Так интересно. На самом деле безумно. Я узнал очень много нового, потому что я даже не знал, как выглядит кровохлеб. Новые названия. Ирина, спасибо огромное. Мы обязательно продолжим, наверное, наш разговор в другом эфире. Будем изучать новые термины, новые названия, собирать травы с Антоном. Вам хорошего дня и отличного настроения. Спасибо. Надеюсь, я была полезна. Только напоминаем, друзья, что по поводу использования лечебных трав вам обязательно нужно посоветоваться с лечащим врачом. Мы ненадолго прервемся, а затем вновь вернемся в нашу студию. В эфире новости губернии. В студии Анастасия Зубарева. Доброе утро. Основные положения новой концепции социальной поддержки населения обсудили члены специальной рабочей группы, созданной в октябре прошлого года по инициативе главы региона. Участники дискуссии считают, что меры помощи от государства не должны провоцировать иждивенчество и отвечать принципам разумной достаточности. Кроме того, выплаты должны быть значимы для гражданина, ограничены во времени, и механизм их формирования должен быть абсолютно прозрачен. На сегодня в области существует 130 видов поддержки нуждающихся категорий, на которые заложено в региональном бюджете более 18 миллиардов рублей. Причем 63% граждан получают помощь без учета критериев нуждаемости. По итогам заседания члены рабочей группы подготовят письменные рекомендации и направят их для исполнения в областное министерство социально-демографической политики. У нас стремление какое? Объединить вот в такую концепцию, я говорю, пусть это будет несколько мер поддержки, но чтобы они были понятные, прозрачные, и чтобы упростить взаимоотношения людей, нуждающихся в поддержке, с властью, которая обеспечивает вот эту поддержку. Необходимо отметить, что динамика увеличения количества мер социальной поддержки продолжается на протяжении многих лет. Обращаю внимание, что вот в 2005 году было некоторое уменьшение, но это было связано с тем, что объединились просто некоторые мер социальной поддержки. В Самаре презентовали сборники по решению национальных конфликтов. Они будут направлены в национальные культурные организации, самарские школы и вузы. Школьникам и студентам будут читать лекции о противодействии вербовки в радикальные организации. В ходе презентации за круглым столом представители власти и руководители национальных и религиозных объединений делились опытом. В качестве примера позитивной практики напомнили о деятельности Общественной палаты и Дома дружбы народов в Самарской области. Отметили важность бесед с болельщиками на тему проявления национальной терпимости. Также для противодействия экстремизму призвали повысить профессиональный уровень правозащитников, правоохранителей и лидеров национально-культурных автономий. Кроме того, отметили, серьезное внимание нужно уделить просвещению жителей региона и сделать акцент на создании качественных интернет-ресурсов и социальной рекламы. Самарская область одним из первых субъектов России осознала важность развития межнационального и межрелигиозного диалога и вкладываются бюджетные средства для поддержания этой стабильности и единства. Нам нужно подумать о том, как эффективно вырабатывать мировоззрение молодых людей, как прививать им гуманистические ценности. Более 300 мастер-классов, 70 юных дарований и 5 публичных концертов. В Самарской области проходит детская музыкальная академия под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. В этот раз она собрала участников из 12 стран СНГ и Балтии. Как творческий форум изменился за 8 лет, и о новшествах этого года расскажет Мария Акимова. 14-летней Насте Нестеренко выпала честь открывать 8-ю музыкальную академию Юрия Башмета. Рассказывает, даже когда ее мир ограничивался колыбелью, в него беспрестанно врывались скрипичные мелодии, когда старшая сестра музицировала. Своим главным достижением считает поступление в школу имени Чайковского при Московской консерватории. Уверена, что во многом этого ей удалось добиться благодаря академии. Участвует в ней каждый год. Я беру мастер-класс у Татьяны Самуил, допустим, от Расстянского. Это мне дается очень много. Я не знаю, что выбрать лучше. Допустим, крещендо, диминуэндо. В каком стиле это сыграть? С какой отдачей? Они же мне очень в этом помогают. Мастер-классы проводят лучшие преподаватели мира. Среди них британский флейтист Гаррет Маклернан. Он награжден престижной премией Флейминга, играет в мюзиклах и успевает передавать свой опыт будущим музыкантам. Ребенку важно, чтобы преподаватель был высококлассным исполнителем такого уровня, чтобы ученик искренне восхищался мастерством преподавателя. Думал, я хочу так же. И уходил с занятий вдохновленным. Таким примером я и стремлюсь быть для своих воспитанников. Впрочем, для юных исполнителей это не только возможность отточить навыки на мастер-классах, но и выступить на одной сцене с известными музыкантами. В этом году участниками Академии стали 70 талантливых музыкантов из 12 стран СНГ и Балтии. Самарскую область представляют 40 юных исполнителей. В течение недели для них пройдут более 300 мастер-классов. В Самаре, Набакуй, Вышевске, Чапаевске и поселке Воскресенко. Такое количество занятий для Академии – это рекорд. Кроме того, в рамках творческого форума проходит отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр, основанный Башметом. В его состав войдут лучшие из лучших. В последние три года мы видим, что появилось новое поколение детей из разных городов Самарской области, которые и хотят, и знают, и ставят себе совершенно другие ориентиры, что ли, профессиональные. Они базово стремятся к большему. Безусловно, правительство области и администрация города Новокуйбышевска продолжают всячески оказывать содействие в работе Академии Башметов. И мы, конечно же, выражаем признательность Юрию Абрамовичу Башмету за то, что эта идея когда-то была рождена, состоялась и продолжает жить. Заключительный концерт с участием маэстро состоится на родине Академии. В Новокуйбышевске Мария Акимова, Александр Дудко, Новости губернии. У меня на этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте губерниетв.ру. Всего доброго. Доброе утро, губернии. В студии ведущий Саша Байдачная. И Антон Скиба. И сегодня мы отмечаем День эколога, вдыхаем побольше свежего чистого воздуха в свои легкие и приветствуем, машем вам букетом экологически чистых полевых цветов. Воображаемых. Да, воображаемых, к сожалению. Но на одних только экологов полагаться нельзя. Нам с вами надо поучиться самим защищать свою планету. Есть несколько простых способов. Например, не забывайте выключать свет. Если в комнате установлена лампа накаливания, то следует выключать свет каждый раз, когда вы ее покидаете. Если же вы используете флуоресцентные лампы, то выключатель нужно... Выключать свет нужно только тогда, когда вы покидаете комнату больше, чем на 20 минут. Потому что в данном случае имеет значение число включений и выключений. Реже покупайте воду в пластиковых бутылках. Большая часть таких емкостей не перерабатывается, а период их разложения составляет тысячелетия. Как вариант, можно использовать одну бутылку много раз. Этим вы окажете услугу окружающей среде или своему кошельку. Принимаете душ вместо ванны. Купаясь в ванне, вы расходуете примерно в два раза больше воды, чем в душе. Сократили процесс мытья тела на минуту, сэкономили около 15 литров воды. Поменяйте температуру в своем доме, если вы используете частную отопительную систему и кондиционер. Уменьшите температуру зимой всего на 1 градус и настолько же увеличьте ее летом. Это позволит сэкономить около 10% электроэнергии. Сажайте деревья, друзья! Превратите это в традицию. К примеру, можно ежегодно сажать одно дерево для каждого члена своей семьи. Ну а пока мы готовимся к посадке деревьев, предлагаю сделать чайную паузу. Кстати, а почему мы на работе пьем так много чая? Об этом мы спросили жителей нашей губернии. Пить хотят, наверное. Я не пью на работе чай. Я что, не пью? Пью кофе. Кофе, наверное, больше. Потому что не высыпаемся. С утра становится тяжелее вставать. Потому что хотим взбодриться. Потому что чай бодрит лучше, чем кофе. Потому что мы хотим домой. Ну не знаю, наверное, у кого много свободного времени, где и пьют. Чтобы дольше был обеденный перерыв. Кто не хочет работать, пьет чай. Мы мало пьем чай, не удается. Наверное, свободного времени много. Потому что он уютный. Чтобы не работать. Мог ли ты себе представить, что банан – это, оказывается, ягода? Саша, я тебе больше того скажу. На самом деле, любимый нами банан – это трава. То есть, плод травянистого растения. Несмотря на то, что оно называется банановым деревом, ничего общего с деревьями оно не имеет. Бамбук – тоже трава. Он может быть размером с обычную полевую травку, а может вымахать высотой с многоэтажный дом. Растет бамбук на морских берегах и склонах огромных гор. Но самое главное, что он может расти со скоростью 120 сантиметров в сутки. Вот тебе и травушка, муравушка. Ну, в наших краях бамбука нет, но зато есть эндемики, о которых мы сегодня уже говорили. Это виды растений, которые живут только на данной территории, причем некоторые еще с доисторических времен. Из травок – это ароматный тимьян жигулевский, молочай жигулевский, астрогал цингера и ясколка жигулевская. Будьте гулять по тропинкам Самарской луки, смотрите, не наступите. Чтобы точно не наступить на растение, на него нужно смотреть снизу вверх. Ты хочешь сказать, что надо превратиться в маленького, вот такого вот гномика, что ли? Я хочу сказать, что нужно смотреть сюжет Татьяны Петциной. Каждая эпоха, каждая страна, каждый стиль характеризуется своим типом архитектурного орнамента. В Средневековье оплетено лозой, на готических полях поселился чертополох, а во времена барокко повсюду цвели тюльпаны. Сердцевинка – несколько лепестков. Очертания подсолнухов высечены на фасаде доходного дома Алексея Нучева. В 1902 году он заказал проект архитектору Михаилу Квитковскому. Три этажа, небольшой эркер, в верхней части – купол. А к внешнему оформлению подрядчик привлек свою дочь Екатерину. Она окончила Московское художественное училище, что объясняет глубину проработки деталей. Купцы и помещики были людьми практичными. Строили дома с двойной целью. Жили сами, а заодно и сдавали в аренду. Первый этаж был публичным, а второй – хозяйским. Вера Лаврентьевна Шихобалова часто хвалилась камином, украшенным мраморными листьями лавра. Реалистичный растительный орнамент изображали крайне редко, все чаще стилизованно. Таковы правила стиля модерн, к которому причислял себя московский архитектор Григорий Котов. Он превратил обычный жилой дом в театр электрического света. Фурор принадлежал человеку, далекому от искусства – лесопромышленнику, владельцу дровяной пристани Матвею Антонову. Гостиница тоже должна приковывать внимание прохожих. Балконы оплетены лианами, а над окнами будто ждут дуновения ветра зеленые кроны деревьев. Добро пожаловать в Гранд-отель! Побеги растений обычно располагались симметрично – с обеих сторон, как на особняке новокрещеновых. Финансовые возможности и изысканный вкус владельцев демонстрируют фасад, на котором распустились кувшинки, как завещал великий живописец Альфонс Муха. Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро губернии». А в гостях у нас Юрий Тишаков, чайный мастер. Доброе утро! Здравствуйте! Казалось бы, попить чайку – это дело нехитрое, но на самом деле вы как считаете? Ну, я считаю, что все требует своего внимания, и чем больше уделите вниманию чая, тем больше от него получите. Какие мы совершаем ошибки при чаепитии, при домашнем чаепитии? Как правильно пить чай? Ну, ошибки самые распространенные – это чай из пакетиков. Так, знакомо. Это первая ошибка. Вот. Вторая ошибка – то, что воду кипятят люди прям до крутого кипятка. Это неправильно? Нет, это неправильно, потому что вода уже погибает, и все остаточные бактерии хорошие, что в ней были до этого, тоже погибают с ней. Это влияет также на вкус каким-то образом? Да, становится более жесткий вкус, и, ну, хуже распознаются оттенки и тона всего, в принципе, чая. Вот. Еще ошибка – это… Я прошу прощения, а как же тогда быть с водой? Ну, не доводите просто до кипения, прям вот чуть-чуть. А где же ее брать тогда? Несколько… Ну, например, то есть, правильно ли взять, открыть из-под крана, и все? Чайник. Нет, где брать саму воду? То есть, вот этот момент интересен. Воду из фильтра, если в городских условиях, из домашнего какого-нибудь фильтра, если есть доступ к каким-нибудь рудникам, там… Ой, не рудникам, рудникам. Ну, каждый имеет у себя дом, рудник. Ну, да, вот лучше всего воду брать оттуда. А покупная вода, как вы к ней относитесь? Тоже можно нарваться? Покупная вода, нужно пробовать и выбирать то, что нравится именно вам. Потому что я много попробовал, много понравилось воды, но много и не понравилось. Вот, не буду рекламировать какую. Но самая обычная, вот, которая стоит у нас в городе в ларьках, в принципе, она подходит. Можно ей пользоваться. Две ошибки мы разобрали. Нельзя доводить до кипения, до полного. Не покупать чай в пакетиках. Дальше что? Какие еще ошибки мы допускаем? Дальше нужно время заваривания выдерживать правильно, потому что для каждого сорта чая определенная температура. Чем чай зеленее, тем температура должна быть ниже воды. И чем чай чернее, тем, соответственно, выше. А время заваривания? Время заваривания точно так же, что у зеленого оно должно быть поменьше, и у черного побольше. У черных сортов в чай. Ну, тут смотря, как вы завариваете, в чем. Если просто способом настоя, то где-то чайную ложку вот на стакан, и зеленый, ну, пару минут постоять ему дать. Достаточно быстро. Вот, и черному минут пять, это если настаивать. А так, конечно, это лучше все пробовать и уже выбирать непосредственно то, что вам нравится, методом экспериментов и проб. Можете рассказать какие-то хитрости заваривания чая? То есть небольшой процесс чайной церемонии. Лайфхаки. Лайфхаки, да, я загадаю. В чем, к примеру, заваривать чай? Как правильно подобрать заварочный чайник? Или, может быть, это какая-то другая посуда должна быть? У чайных дел мастера свои секреты. Тут, опять же, все упирается в то, сколько вы готовы уделять этому внимания. Вот, если вы, как бы, хотите погружаться во всю эту историю, то... Давайте погрузимся в чайную историю. То, конечно, уже можно убирать традиционную посуду. Она обычно меньше, чем даже вот эта. Вот чашечки там по 20-50 миллилитров. Вот чайнички. По 200 миллилитров. И вот из такой маленькой посудки и происходит, в принципе, все заваривание. Вот, если в домашних условиях, то и если там с утра надо быстренько выпить чай и побежать куда-то, нет времени там по 40 минут на все это дело, то, конечно, такая посуда не подойдет. И вам, ну, нужно просто как-то заварить сразу чай в чашке, подождать там 2-5 минут и выпить его. Вот, если же вы где-то как-то собрались с друзьями, хотите получить настроение, попить вкусный чай, то, конечно, уже совсем другая вот что-то вроде вот такой посудки нужно будет. Вы же были в Китае, если не ошибаюсь? Да, я постоянно езжу в Китай. Расскажите о культуре чаепития в Китае. Что там особенного? Это долгий процесс. Интересно, сколько часов он лезет? Нет, процесс сам формирования всей чайной культуры, это очень долгий процесс. Но сейчас китайцы уже настолько к этому привыкли, что это для них настолько обыденно, что они очень ловко и быстро справляются с такой маленькой посудкой. И очень у них все хорошо получается. То есть собирается несколько человек, как там все проходит? Есть один мастер, который заваривает чай, разливает какие-то ритуалы? Для них в Китае, наверное, уже люди разделились на тех, кому на самом деле это нужно, и для тех, для кого это обыденность. Вот как у нас обыденность – это заваривать в чашке, например. Для них обыденность – это использовать вот ихнюю традиционную посуду. Что еще? Вы вынесли что-то полезное с поездки в Китай? О чайе? Ну, я постоянно езжу, постоянно развиваюсь. В Самару? В Самару привезти? В Самару, да. Мы стараемся тоже принести всякие новинки, больше людей вовлечь в это дело. И очень получается, кстати. И даже, в принципе, по России уже много людей отказались от алкоголя и от прочих стимуляторов в пользу чая. Это не может не радовать. Юра, приглашайте нас на чаек. Мы будем только рады, ведь у нее столько полезных и прекрасных свойств. Спасибо вам. Чаще ездите в Китай. Получайте удовольствие. Отличного дня. Ну что, о чае поговорили, практически чайку попили. Теперь можно на выставку отправиться. А чем она необычна, расскажет Лена Шишкина. Лена Шишкина. Акция формы, но смотреть в корень. Эпотаж – это не основная концепция этой выставки. Эта выставка – это такой своеобразный поп-арт по-русски. Если Энди Ворхол и Сергей Владимирович Нуров, они жили в разных культурных парадигмах, то задачи творчества, они были примерно похожи. Эта выставка, она по потреблению. Эпоха, в которой мы с вами существуем, она бьет рекорды всех стандартных эпох по масштабам потребления. И спорить с этим совершенно сложно. И продукт входит в нашу жизнь, продукт начинает нашу жизнью управлять. Именно поэтому проект получил название «Ретроспектива бренд-реализма». Новое направление в искусстве возникло в 2007 году. И провозгласило, что современный человек живет не в мире чистых явлений, а в мире продуктов, брендов. Обращаясь к этой теме, Сергей Шнуров предлагает зрителю задуматься о своей зависимости от марок. Мы одеваемся в бренды, питаемся брендами, передвигаемся на брендах. И не замечаем, как становимся смешными в своей зависимости. Искусствовед Валентина Чернова как раз призывает обратить внимание на яркое и оригинальное чувство юмора Сергея Шнурова, а не концентрироваться на эпатирующих деталях. Когда народ поет заботистые частушки, не подразумевается раз в раз, а просто как бы высмеивает. Вот это вот высмеивание, особенно вот такие клипы, как, например, экспонат, это действительно смех, здоровый смех. Там ничего такого нет, какого-то неизменного, знаете вы. Это выпускание паров, это душ. Причем считают исследователи, вот о веренцах. Он говорил, что если государство больно, оно бывает агрессивным по отношению к этому смеху. А если это здоровое государство, оно терпимо, толерантно. Искусствовед заметил, что современный мир искусства стал гораздо терпимее к проявлениям оригинальности, чему стоит только радоваться. Однажды наша страна пыталась уничтожить президент Авангарда и, в общем-то, много потеряла от этого. Я как историк культуры отмечаю по-прежнему, существует огромная разница между двумя столицами, между двумя культурами. Она всегда была и в 19 веке, и в 20 веке. Сейчас Петербург не столица. И поэтому группа кино, поэтому группа аквариум, поэтому Тимур Новиков, поэтому Митцки, поэтому ДТТ, поэтому Шнуров. В аннотации к выставке организаторы пишут, что она будет интересна тем, кто любит песни Шнурова и хочет сделать оригинальные селфи. Но на самом деле Сергей Шнуров оказался гораздо глубже, чем хочет казаться. Светлана Стребкова, Елена Шишкина, Дмитрий Столяров. Утро губернии. А теперь наш постоянный гороскоп. Овны. Идеальный день для общения. Берите близких на прогулку и устраивайте незабываемый праздник с аттракционами и мороженым. Тельцы, от вас сегодня потребуется сила воли и принципиальность в отстаивании своих взглядов. Помните, вы – скала. Близнецы, в этот день лучше воздержаться от неосторожных шагов. Вам понадобится трезвый ум и умение критически оценивать обстановку. Раки, сегодня вы будете постоянно ввлекаться на проблемы других людей и не сможете в полной мере заняться своими. Что ж, подумайте о себе завтра. Львы. Своей излишней активностью удивят даже самих себя. Девы, сегодня вы можете столкнуться с активным противостоянием со стороны окружающих. Не стоит сразу идти на конфликт. Лучше попытаться найти происходящему рациональное объяснение. Весы. Сегодня от вас потребуется ответственность и собранность. Все должно быть подчинено. Не но единой задаче – к выходным подтянуть все хвосты. Скорпионы сегодня испытают серьезный соблазн выдать себя за того, кем они не являются. Тут главное не увлечься и не потерять самого себя. Стрельцы. Сегодня все словно сговорились. Обрушиться на вас с критикой. Постарайтесь выстоять и заодно разобраться в причинах. Возможно, где-то вы не правы. Козероги, не взваливайте. Сегодня на себя слишком большую ответственность. Из-за нагрузок могут возникнуть проблемы с настроением и самочувствием. Водолей, действуйте. В реализации замыслов у вас найдется помощник и добрый советчик. Рыбы, в этот день хорошо отдыхать, особенно в непривычной обстановке. Тут пригодится ваша склонность к приключениям и острым ощущениям. В общем, веселитесь на полную катушку. Вместе с вами сегодня косили трин-траву Саша Байдачный. И Антон Скиба. Увидимся с вами завтра. Пока. Пока-пока. Саша, я вчера такое видел. Иду я, значит, и вижу, в траве сидит кузнечик. Совсем как огуречек? Откуда ты узнал? Одежда ведущим предоставлена Домом моды Маши Горячевой. Домом моды Маши Горячевой. Откуда ты узнал? Откуда ты узнал? Он Freeman процесс break. Откуда ты узнал? ohne паткけ. Извиняй oakся.